Продолжение следует... 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 Сейчас мы с вами наблюдаем швартовку рейдового буксира, это место их стоянки. Таких буксиров у нас четыре в бухте, в пришлении недавно наш флот. На день военно-морского флота занимаются лансированием, делают танец буксиров, то есть крутятся по кругу. Интересное очень зрелище. Простилы суды Петроградов, это экологическая лаборатория судной экологии. Петроградов это поезд, который написал песню «Легендарный Севастополь», ставший уже фирмой Севастополь. Проходим мимо плавучего крана. Грозоподъемность данного крана 35 тонн. И интересно о нем можно рассказать только то, что он был построен на Севастопольском морском заводе. Вот именно такие краны грозоподъемностью до 100 тонн, что его завод выпускал в последние годы Советского Союза. ПЖК-37, пожарный катер, на маленьких катерках береговую крану наблюдаем с вами. И вот сейчас проходим мимо строя судов и дроби. Итак, научные суда. Занимаются они гидрократией Черного моря. Измеряют замеры глубин, изменения глубин, направления течений. Создаются карты, корректировки карты. Береговая линия, то есть изучают всю авторию Черного моря на предмет каких-либо изменений. После чего дают уже корректировки карты для основного флота. Вот мы с вами проходим еще два судна размагничивания. Если посмотреть, у них по бокам такие длинные лесенки треугольного сечения. Вот эти конструкции выдвигаются, с них свешиваются кабеля. Судно обматывается медным кабелем, после чего подается топ малой силы. И размагничивающиеся судна начинают выполнять роль сердечника в электромагнитной катушке. Тем самым теряяю зарядку на конечку. Мы с вами выходим уже в окончание южной пухты Севастополя. И вот справа мы видим у начала холма здание с высоким шпилем. Это матросский клуб. Также там находится театр Лавренева. А вот дальше идет холм с левую сторону. И по центру видим круглое здание с купольной крышей. Это и есть севастопольская панорама. Если вы не были, очень рекомендую посетить. Художник Руко по кругу, где-то примерно кольцом метров 30 в диаметре, описана картина. Картина «Один день взятия Малахова кургана». То есть вы стоите по центру Малахова кургана. Вокруг вас картина всего Севастополя. Вы можете по кругу обернуться и посмотреть, где затоплены корабли. Как французы атакуют Малахов курган. Англичане подходят к Балаклаве. Потом картина переходит уже в гипсовые скульптуры. И реальные объекты, доходящие прямо к вашим ногам. А мы с вами повернули на корабельную сторону города Севастополя. Вот с этих перегов начинался город. Это самая уютная, тихая часть была Севастопольской бухты. И не зря здесь появились первые мастерские. А мы проходим мимо двух кораблей. 857-й, 897-й. Это катератор Педолова. Занимаются они поиском и поднятием учебных торпет, оставшихся после учебных стрельб. Дело в том, что эти торпеты многоразовые. Два катера проекта «Гречонок». Новейшие противодиверсионные катера. На носу находится спаренный пулемет. Круглокалиберный кормовой части противодиверсионных бомб. Далее идут в окраске такой пятнистой. Это новейшие катера проекта «Равтор». Противодиверсионные катера. Спаренный пулемет. На носу находится. Делает порядка 22 человек. А мы вот приходим сейчас мимо печальной стенки новейших боевых подводных лодок, которые педируются в Черном море. Это лодки проекта «Варшавян». Шесть штук педируются. Всевастопольные сейчас четыре. В боевом здании. Две находятся в бурте. Здесь мы проходим мераи. Они не просто в черный цвет покрашены. Это толстый слой резины, который глушит вибрации и шумы. Лодка может на скорости в 10 углов практически без шума передвигаться под водой. В наставской красификации лодка называется «Черная дыра» из-за того, что ее тяжело обнаружить. Это очень удачный проект. В носовой части находится шесть торпедных аппаратов. Уже стоит автомат заряжания. По четыре торпеды в каждом аппарате. Вместо комплекта торпед можно установить ракеты «Калюру». Лодки именно этого класса давали залпу «Си» из Каспийского моря из свободного положения. Также вместо четырех торпед можно установить 24 бомбы. Лодка имеет длину 80 метров, диаметр корпуса 10 метров, 52 человека на борту. Максимальное глубина погружения 300 метров, рабочая 200. И вот мы подошли уже к стоянке 100 иких подводных лодок. Это уже устаревшие лодки, естественно, и не действующие. Первая по ходу нашего движения, которая чуть побольше, это лодка от украинского флота. Это «Запорожье». Она осталась после 2014 года. Иридически она принадлежит Украине. Россия с ней ничего делать не может. Вторая лодочка, еще старше времен Грущева. Это немецкие подводные лодки, которые были сделаны под испытание ракета-торпед в виде в носовой части. Установку для двух ракета-торпед планировалось испытывать с ядерной головкой. Тут торпеды. Лодки устаревшие, как я сказал, и быстрее всего уйдут в музей подводного флота, находящийся в Балахаре. Это одна из самых любимых двух на юге России. Длина береговой полосы 40 километров, поэтому отъехать на автомобиле потребуется пару часов. И вот, как я вам говорил уже, в сторону Инкермана, то есть в Круссии реки Черная, входят у нас также трамвайчики простые. И ждет он туда примерно 40 минут на час погоды. Ну, мы с вами с вами можем наблюдать на другом берегу судно. С четырьмя, мы видим, установками ракет под номером 121. Это ракетный гвардейский тресер Москва. Канадовской классификацией его называли убийца авианоска. 16 ракет на двух борта, к которому находится дальность полета ракеты 700 километров, вес ракеты 500. Стоимость его стоповской акватории, он может, в принципе, контролировать всю акваторию Черного моря. Над ним находятся бочки тернового терминала. Строены они в Украине. Тринадцатых методов руководили эти мероприятия. Мы последние годы при Украине отсюда до 18 страны Средиземного моря принудили его со всего-либо Украины. Сейчас говорят о том, что идет модернизация железных дорог Крыма. И в ближайшее время у нас составы из Верховщих гороссий придут в этот терминал и будут отправляться в страны Средиземного моря, Абрия и так далее. Но мы с вами проходим сейчас у нас по борту. В такой виде мы... Мы с ним в плаге изображены, нарисованы. Но чуть выше и правее мы можем наблюдать на холме треугольное сооружение в виде пирамид. То есть это пирамида, храм православный на братском флаге Севастополя. Там за коронены защитники первой охраны Севастополя. Примерно 50 тысяч там за коронены на бойцов. С северная сторона туда пришли коробные катера. И наступающий с флагом наверху мыс, который называется Кардон. Второе его название гвардейский. Дело в том, что за шагом, замазывающим второй гвардейской армией, это большинство задачу взять в центр Севастополя с турбом с северной стороны. Переправляли с ночью в штук в полицию. Сделать были платы. Варят даже госпиталь немецкий. Нашли и на крышках гробов переправляли. Большие потери поднесла армия. При освобождении Севастополя по службе две трети ампи-паникла. В честь их него подвига поставили на такой пемериал на месте корзона. Далее построены на бойцахтаме. Такой райончик в виде горки. Это радио горка. В 1893 году Севастополь прибыл. Офицер подков Кашпата привез с собой оборудование, установил на радио горке первую антенну и провел сеанс радиосвязи с кораблями, находящимися за юной горизонта. Это был изобретатель радиопопов. Радиопопов, как и стало, так и стали называть из-за горки из-за антенны. Попов, в свое время, не отвалилось, что стали название района радио горка. Из берега радио горки можем наблюдать за ретом Михайловскую батарею. В Михайловской батареи была второй линией обороны Севастополя под нападение вражеских кораблей. Как я вам показывал уже, она вела перекрестный огонь в Николаевской, которая сейчас в булевом опорту от нас, или пропускала корабли в Краснодарские пухты. Сейчас на территории Михайловской батареи находится музей группа барона Севастополя. И все посетившие приходят в настроение, если им очень нравится. Воздух, также экспозиция боевой техники, рекомендуем посетить по возможности. На Михайловскую батарею вводит катер. Прямо из-за рухты, где мы будем встречаривать, можно сесть в поддатель и забраться с Михайловской батареей посетить музей. Мы с вами движемся в сторону выхода из Севастопольской пухты. Сейчас у нас по прямой 330 км в Турцах и правее для 260 км в Румынии. И Севастопольская проходили с крышей в две части. Если мы выйдем в пухты и повернем направо, у нас ждут уже песочные, стихные пляжи. Ровная поверхность начинается с теплой крышей. А вот если уйти налево, начинаются галичные пляжи. Чем дальше в Севастопольской пухте, тем выше становятся горы. Заканчиваются они южнобережных слифтов. Сейчас ровно по носу мы можем на блике солнца увидеть купол Владимирского собора. У нас два Владимирских собора. Один является мутипальницей четырех армиралов. А это собор, находящийся на Терсонесе, Тавричинском заповеднику. Это древнегреческие развалины города Терсонес. Там же произошло крещение князя Владимира. Откуда и пошло крещение Руси. Вот мы видим, что вот в сторону мысля, который называется «Крустальный». Крустальный мы начали называться с руки Екатерины II, которая плавала здесь в потемки на барканчике. С первого года я сказала, что выдача им знаки «Крустальный». Так мысль названия «Крустальный» не получил. Но мысль о Крустальном также находится два мемориальных комплекса. Это памятник «Ползарду» и «Матросу», а также «Крустальный» и «Крустальный». В артиллерийской пункте сохранилось несколько зданий, еще постройки до Великой Отечественной войны. Тут находится театр Луначарского, музей художественных искусств Рашинского. Также в Курши дворец пионеров, нынче где-то дворец детства и юности. На швартоваться мы будем с вами у института биологии Южных морей, который основал все время еще Миклуха Маклай. Там же сейчас находится наш Севастопольский аквариум. Большое спасибо за внимание. Большая к вам просьба до окончания швартовки. Оставайтесь, пожалуйста, на своих местах. Это ради вашей безопасности. Замерзли. Замерзли. Зади как вы ездали. Оставайтесь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...